Не будем скромными, эта шарлотка супер! Я тут уже несколько дней подряд готовлю очень вкусную шарлотку И в этот раз решила вам показать, как я это делаю Шарлотка, конечно, просто готовится Но есть разные вариации, плюс-минус Я расскажу, как готовлю я сейчас Причем тоже разные варианты делала На данный момент именно такой вариант шарлотки очень нравится Это, кстати, шарлотка с яблоками и корицей Смотрите, для начала необходимо распределить Почему-то именно оливковое масло, тот рецепт, который я нашла Я боялась первый раз, когда делала Думаю, вдруг будет вкус такой Ну, все-таки он достаточно яркий, да И может быть будет чувствоваться Но нет, он абсолютно не чувствуется Посыпаю маночкой Так тонкий слой, вот видно Я думаю, видно же, да? Вот, тонкий слой маночки Ну и выкладываю яблочки вот таким красивым способом Кстати, мне хватает всего два яблока Причем сами яблоки, они небольшого размера Я тебе даже побольше, до этого я брала меньше И все равно мне хватало Но я такими тонкими в меру тонкими полосинками нарезаю два яблока Мне хватает По крайней мере, опять же, на мой размер противня Но противень тоже не маленький, вот чтобы вы понимали Да, то есть он достаточно большой И когда вот я все это выкладываю, надо посыпать корицей Можно, да, обычной корицей сыпать А я вот в свое время в Билле по акции 1 плюс 1 Очень хотела купить корица с сахар Вот именно такой Не именно такой, а имеется в виду именно корица с сахар Увидела мельницу Думаю, вообще прекрасно У тебя здесь для кофе, йогурта, там, мюсли и других сладких блюд Вот я использую именно для шарлотки Получается очень яркий коричневый аромат Коричневый яблочный, ну просто обалдеть Вот все, я так достаточно обильно посыпаю Не жалею, потому что если меньше дать сюда этого коричневого сахара То вкус будет не такой яркий Не то, что вкус, а именно вот запах корицы Яблочно-коричневого То есть корица теряется, да Когда побольше даешь сюда этой корички сахарной То аромат действительно яркий Именно яблочно-коричневый То есть корица уже не теряется А это важно Вот Теперь погнали готовить тесто Для теста потребуется 4, опс Хотела красиво выкатить 4 яйца Вот они катаются тут Мука, сахар и разрыхлитель 2 чайные ложки А можно разрыхлитель заменить на соду Сахара, если смотреть в граммах У меня здесь 209 грамм и 108 грамм муки Вот Ну вы смотрите в процессе Например В том рецепте, который я нашла Там был указан стакан муки Мне Сразу я заметила Это много То есть я добавила Чувствую, что уже совсем Знаете, слишком густо Это перебор И вот я вот только добавляю Тесто получается именно нежным И приятным Думаю, если переборщить Тесто будет грубое Вот я такое не люблю Знаете, мне нравится именно тесто Когда оно нежное Вот Если вы такое же любите То берите на вооружение Теперь нам необходима посуда Соответственно Так, сейчас я достану Достану салатник Я делаю вот в таком Прозрачном, красивом салатнике Который мы взяли как-то в Ашане Хочу еще один момент Про масло уточнить Я использую именно вот такое Оливин Экстра вирджин Ну, собственно Оно, да, сделано в Испании Написано И вначале я думала Что, может быть, это не оригинал Но нет Видите, оригинальное масло Просто как-то я, по-моему, я сказала Что, возможно, это не настоящее Нет, настоящее Значит, оно продается в Ярче И это оригинальное настоящее масло Вот Видите, выпало в осадок То есть, если в холодильник Стоит настоящее оливковое масло Оно выпадает в осадок Через какое-то время Вот Использовала именно такое На дно противня Ну что ж, давайте погнали Сейчас будет самая интересная Ну, для меня лично Самая интересная работа Потому что Нарезать яблоки Это довольно скучно А вот Работа с миксером Взбиванием Мне всегда очень нравилась Потому что Это такое Маленькое волшебство Когда из Вот таких продуктов Да Смеси каких-то продуктов Это все превращается В такую красивую Белую Сметану Ой Хилки-палки Ну да, у меня такое бывает Вы знаете, падает В красивую белую Сметанообразную Массу Массу Да На мой взгляд Очень такое Интересное волшебство И главное Что все это Так вкусно Невероятно Просто Что тоже Прям Очень радует Конечно же Так Не переживайте Яйца абсолютно чистые Все окей Экологически безопасные Ну что ж Ну что ж Давайте творить Пришло время Волшебства Так Яйца взбили Теперь постепенно Потихонечку Полегонечку Добавляем Сахар И продолжаем взбивать Ну чем не волшебство Скажите пожалуйста Чем не волшебство Самое что не наесть Теперь Да Пока пусть так полежит Хотя я еще взобью Немножечко Потому что я вижу Крупицы сахара Желательно Ну подольше Чтобы этих крупиц Не оставалось Максимально много Максимально много Не оставалось Поняли Вот Ну в общем Максимально Избавиться от этого Состояния кристаллизации И теперь Мы вот Муку добавляем Здесь у меня Совсем чуть-чуть Осталось Разрыхлителя Я добавляю вообще На глаз Ну то есть Я примерно понимаю Сколько это будет Две чайные ложки Так Все И берем сразу Следующий пакетик Так И Вот таким образом Скрываем Добавляем Ну вот Это примерно Две Даже можно Чуть побольше Вот примерно Две чайные ложки Вот так Смотрите Это на выброс Уже У нас идет И что мы делаем Теперь А для начала Необходимо Вот это как-то Перемешать Знаете Чтобы оно было Более однородно Вот таким вот образом Немножко перемешали Мука кстати Обалденная Сейчас вам покажу Какую именно я муку Использую Она прям нежнейшая Я вам просто Ее хочу порекомендовать Вот такая вот мука Смотрите Называется она Французская штучка Сорт экстра Брали Честно говоря Не помню где Ну вот Кстати Что это проверено Качеством Российский знак качества А российский знак качества Ну в общем да Да Действительно Качественно Очень классная мука Увидите Берите Переходим к дальнейшему Волшебству Ну а для начала Я еще раз Взобью сахар Как я сказала Ну и теперь Постепенно Добавляем муку С разрыхлителем Вот должен получиться Вот такой густой Сметанообразный Крем На самом деле Густой Сметанообразное Тесто Разумеется Но похоже Это все Действительно На какой-то Крем Но это Наше Тесто И сейчас Будем заливать Яблочки Заливается Все тоже Очень просто Вы берете Вот эту Посудину Которую делали И вот так Вот Покрываем Тестом Тесто Так как Хоть и густое В меру Тем не менее Оно Двигается И заполнить Саму Те места Которые Не заполнились При поливке И тесто Еще смотрите Достаточно Много Вот Такая красота Получается Я очень Рекомендую Вам Этот рецепт Пирог Получается Обалденный У меня муж Не любит Вообще Шарлотку Но именно Такой вариант Ему понравился Вот Ест С удовольствием И ждет Когда приготовлю Снова А я говорю Что сейчас Я стала часто Делать шарлотку Я не знаю Я без этого пирога Вообще не могу Ну Сейчас я еще Без камеры Естественно Добавлю Тут еще осталось Много Просто мне Не очень удобно Все на весу Плюс Нужно помочь Ложечкой какой-нибудь Или половничком Маленьким У меня есть Ну В общем Включусь Потом Буду рассказывать дальше Все Уже все пусто И я немножечко Даже Поела Я сразу вам скажу Я обожаю Это тесто Я помню Знаете Ну Я узнала у мамы У меня вообще мама Знаете Как-то всегда готовила Сама Вот Я даже иногда Хотела помочь Она говорит Не-не Я сама То есть Ну вот всегда Такое Знаете Иногда Я просто помогала Что-то Допустим Там Не знаю Какие-нибудь Тесто Допустим Работать с тестом Пельмешки Сделать Да То есть Положить кусочек мяса Там В тесто Вот это сделать А так В принципе Мама все время Все сама готовила По мелочи Напрашивалась Иногда Помочь Вот А так Мама все время Говорит Нет Я сама У меня просто Мама готовить Любит И поэтому Собственно Ей как-то Самой Все нравилось Делать Но Да Неважно Я узнала Ну может 10-11 Не помню точно Ну и вот Я узнала Как делается Вот это Потому что Мне очень нравилось Когда она готовила Вот это тесто Для шарлотки Я пробовала Говорю Ой Вкусно И короче говоря Нас отправляли На лето В деревню Отдыхать Естественно Там бабушка Выдавала Что-то сладкое Вот Но так как Мама Сама говорила Много не давать Поскольку Ну чтобы там Взять себя к аллергии Диатеза Не было Все такого Вот То бабушка Выдавала Какое-то Ограниченное количество Этого сладкого А так хотел сладкого И я короче Брала сама И готовила Вот это И просто съедала Целую тарелку Теста Вот такого Представляете Но все равно Мне не приелось Ни разу Обожаю И сам пирог И тесто Вот так Вот такая Интересная Ностальгия Пишите Как вам Вот это тесто Насколько вы его любите Я так просто Обожаю Ну что ж Тут уже все Как вы видите Я еще естественно Добавила Там прилично Оставалось И яблочки Все покрыты Вот только чуть-чуть Сейчас мы все это отправляем В духовой шкаф А при этом Духовка должна Быть разогрета На 200 градусов Заранее И на 200 Этих же Градусов Мы отправляем Все это в духовочку У меня По правде говоря Готовится Быстрее Чем было написано В рецепте Ну там кстати И было где-то Написано Минут 20-30 В общем у меня За 20 минут Уже все готово Поэтому ставлю Таймер на 20 Минут Проверять готовность Необходимо Именно зубочисткой То есть Вы берете зубочистку Или под деревянную палочку Втыкаете И соответственно Есть там место Это тесто Пирог готов Вот такие вот дела Ну за 20 минут Мне кажется Он у меня даже Где-то Ну 15-20 минут У меня уже готов На 200 градусов Потому что Я обычно его проверяю На 20 минутах И уже как бы Достаю палочку И все нормально Пирог готов Он еще поднимется Обязательно Пока Хорошо Приготовится тебе Все Прошло 15 минут Сейчас мы выдвинем Видите Уже такая прям Курочка И смотрим Все Вот я говорю У меня он готовится Буквально за 15 минут Ну здесь может Чуть Нет-нет-нет Нормально Все Вот он немножко Поднялся И Ну я минуточку Еще подержу Чтобы наверняка И буду вынимать Пирог готов Чайник вскипел Только что Знаете Чего только стоит Аромат Шарлотки Ммм Только один аромат Так прекрасен Это что-то Добавлю маслица Сверху Вот так вот Вот я делаю Чтобы она была Более такой Еще нежной Сверху Но Кстати Можно еще И сделать Такую корочку Корочка тоже У меня получалась Первый раз В этот раз Нет Может я муки Чуть побольше Тогда добавила Не знаю Может держала Чуть дольше Да Кстати Можно наверное Подержать дольше Тогда будет сверху Корочка Но мне нравится Именно так Как я делаю Вот такой вот вкус Видите как красиво получается Можно посыпать пудрой Полить сгущенкой Как угодно Ну Это уже знаете Полет фантазии Мне например нравится С маскарпоне есть Тоже Очень вкусно Какая-то вареница При желании Хотя Ну Мне так не нравится Но может вам нравится В общем Полет фантазии В таких вещах Он конечно же Безграничен Ну Посмотрите Как здорово Сразу Сама корочка Такая Выглядит Тоже Более темной Вкусно Его даже Знаете Вкусно Просто Так Сверху Маслицем Намазать И Да Это вкусно Просто Прям кусочек Посмотрите Просто Воздушный Шикарный Ну Мне кажется Даже на камеру Он не так аппетитно Выглядит По факту Он аппетитный Можно Ему украсить Будет выглядеть Еще лучше Но Я отрезала Кусочек Себе Сейчас Просто Муж Еще доедал Который Я вчера Приготовила Каждый день Буквально Делала Вот И поэтому Он сказал Через 30 Буду Есть Видите Такое Воздушное Очень тесто Хорошее Такое Получается Яблочки Тут Ой В общем Готовьте Пробуйте Это реально Очень вкусно Не будем Скромными Эта шалодка Супер В случае Потому что Я его вообще Не люблю Да Да Я же Вам говорила Действительно Да Очень вкусно Съел Только что Кусок И еще Хочешь Хочешь Кстати Яблоко В этот раз Использовалось Сезонно Если кому интересно Да Я немножко Другой сорт Использовала Но это Прям с кислинкой Такой Легкой Другой сорт Другой сорт